Привет, Александр. Привет, Павел. Витаю. Татьяна. Витаю. Ты инструктор клуба My Crazy Dive. Підкажи, будь ласка, в Украине, где саме тобі подобається пернак? Да, в Украине есть места, где можно нырять. Самое, наверное, мое любимое место для дайвинга – это Дебровский карьер. Он находится недалеко от Коростыня. Действительно красивое место, чистая вода. И на дне этого карьера стоит большая бровая вышка, их там даже две. Ух ты. Да, поэтому очень интересно смотреть на затопленные железяки. Это действительно красивое место, очень красиво вокруг. Такие отвесные скалы, красивая природа. Самое главное – дайвинг. Там чистая, но достаточно холодная вода. Ну, як завжди в карьерах. У нас завжди холодно в карьерах. Ну, нас это не останавливает. Поэтому это, наверное, самое мое любимое место. Тем более, это не очень далеко от Киева. В принципе, за два выходных дня можно съездить, понырять и хорошенько отдохнуть с друзьями на свежем воздухе. А взагалі, вот, як проводится, и коли проводится интразанурение, це ж людина перший раз пірная за аквалангу. Тобто, у неї нема ніякого досвіду. Якісь такі цікаві випадки в житті у вас були при проведенні интро перших занурень людей? Да, був один интересний случай. Один чоловік тоже проходил первое погруження в открытой воде. Правда, это было. Это было в Красном море. Мы все обговорили на инструктаже. Все пройшли, как положено, по всему инструктажу. И человек слова грести ластами воспринял буквально. Вот. И после погружения где-то на 2-3 метра под воду, человек включил повышенную передачу и начал без остановки грести ластами. На самом деле, им приходилось крепко держаться за его баллон, чтобы его не потерять, не отпустить. Я пытался показать там знаком, что нужно грести помедленнее. Видно, человек понял, что нужно делать это ещё быстрее. Да. Единственный выход, который у меня был, это просто подождать, когда человек встанет под водой и просто крепко держаться за него и за баллон. И не втомился в результате? Да. Минут через 10-15 он встал, начал грести меньше. После этого нам удалось пообщаться с жестами под водой. Я могу уявить, какие это были жесты? Чего вы спокойный человек? Нет, жесты были абсолютно нормальные. Просто я дал человеку волю немножко поплавать под водой, так как он хотел. Втомиться. Слава Богу, у нас обмеженный простир. Ни хто не знает, как бы я відреагировала, как я відреагую, да? Ну, это же нормальная реакция, это же нормальные человеческие эмоции. Сказали грести человек исполнительный, сказали грести, он гребёт. В общем-то, выполнил всё по инструкции. Поэтому места у нас в бассейне сегодня будет тоже достаточно, можно попробовать и в таком режиме. Треба зануриться под воду и отримать от этого задоволение. Абсолютно верно. Олександра, ну, Тетяна, я так понимаю, готова уже починати проходити инструктаж. Первый инструктаж перед первым её занурением. И мы полностью вам доверяем. Ну да, выходи ж, иншого нет. Иншого инструктора ж не запропонували. Доверяли бы иншому. В выхода нет. У нас один из них не выход, это дверь в бассейн. Да, может, в Египет, наконец, захочу ехать. Да, мы будем пограться в бассейне. Вода – это несвойственная среда для жизни человека. Человек может находиться в воде на задержке дыхания, но недолго. Поэтому для того, чтобы находиться подольше в воде, есть специально разработанное оборудование, которое называется акваланг. Акваланг состоит из трёх основных частей. Прежде всего, первая часть – это баллон, которым под давлением закачан воздух. А дышать вы будете через просмотку, которое называется регулятор. Наразі дополню, регулятор – это вынахид Жака-Іва Кусто. Я тому сьогодні в червоной шапочке. Мы заметили. Это Данина. За словами океанографа, команда Кусто повинна буламати свій символ, який буде відрізняти її від всіх інших. И вона дійсно запамятовується, з іронією говорив француз своєму синові Філіппу, який побачив на голові у батька та інших членів екіпажу червону шапочку перед однією з експедицій. Шапка на воді? А під водою? Ласти, акваланг и водолазний костюм. Ось, каким запамятався Кусто. Чи була шапка екстравагантною примхою еквалангіста – совсем ні. Кусто одягав її відразу, як піднімався з води на борт корабля, навіть не знявши гідрокостюма. Причина проста. Під час занурення вода потрапляє дайверам в ухо, тому ризик переохолодження на повітрі зростає. Навіть легке запалення дуже небезпечно при зануренні. Зараз не боюсь, я думаю, в басейні взагалі не страшно, з інструкторами не страшно. Неважно, в басейні це немає. Да, він має бути в першому ділянні безопасним. Все до цього йде, тому багато системи дублирується. І вторе, ми маємо отримати удовольствие. Балон вдягли, лишилося вдягнути мене. У вас немає шансу відмовлятися. Перший знак, всім відомий, це знак ОК. ОК, це значить, що все добре. Ось цей знак, це не добре. Це направлення рухання. Хочу на поверхню, так? Либо вниз. Хочу, є бажання занурюватися? Так, ще є. І щоб рештки його не вичерпалися, ходімте, панове. Ну що, Таню, інструктаж був легкий? Та інструктаж легкий, а пернати складно. Ну зараз ви майже вже одягнути. А чому ви думаєте, що пернати складно? Ну, мені знається. Треба прийматися, я так сподіваюся, щоб це буде добре. Ви готові? Да. Ви готові? Наслідніє приготування. Маска під водою може потість. У нас теле горячий, вода прохладна. Маска може потість. Є спеціальний інструктаж, називається антифоку. Ви приймаємо маску. Настираємо пальцями. Ми щось тримаємо підсохнути. Ми тримуємо водою. І... Вони плюють в маску. Тому що у нас в слині є щолочкою. А вона не дає, щоб маска пітніла. Не плюйте мені, будь ласка, в маску вашу. Я вам не плюю, а в маску. Все, прекрасно. Да. Маска. Це все, воно, ваде. Поворачимо пустиніну, і краще спускаємо сутку. Тепленько? Ну, так. Труси пішло. Треба я пішла так. Так. Щасся біця! Тулеї зі зберця. Не, ну, на сьогодні нога вивих моталок, ну, сьогодні злогою зберіпати. Можемо. Все, все. Так, все. Пасалювано. Тому додукаві, бігінно, вже кудал. Шаком марку. Ага. 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 Есть. Все. Теперь у нас все чувствуется. Угу. Вот. Да. Не распустить надо. Нормально. Так. В своих случаях запасной. Идут ответы всегда лучше. Можно пока проверить воздух. Попробуйте. Сейчас сама справлю. Блин, ну это же уже дышать без носа. Да, да. Молота. Ну так. Ну так. Непривычная. Непривычная. Ну так. Складная страна. Непривычная. Взлыкает. Уже видно жарку моих почат. Еще слуху. Мы сейчас ответим. В последний момент нужно посмотреть, сколько осталось. Чтобы лицентр не раздавался. Посмотреть это тогда понимаешь можно. Правильно. Все. Помнимаем и надеваем. Все. Все. Маска должна сидеть в воду. Она не идет в воду. Она не дает это воду. Ой господи. Харков дышать. Да. Носом мы не отдышим по прогнозу. Сейчас у вас не получится. Мы сейчас просто опускаем стоя, опускаем голову. И дышим в воде. Привыкаем. Подышать в воде. Маска. 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 Я голову не качапу ставлю. Придется. А будут бульбашку? Маска. Ну вот все можно есть. Маска. Маска. Ну это нужно сделать этот первый шаг. Маска. Ну давай. Вот он шаг за край. Уши! Уши, животных. Что страшного? Это не применяющая. Это немножко неприятно. Давайте еще подышим. Пару, который выглянулся. Можно голову прям опускать. Смотри, я прям всю лицо весь этот баскл. Маскл должен есть. Вот. Вот. Смотри. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok